В первый день весны промо-мероприятия прошли сразу в нескольких учреждениях образования. Среди них Белорусский государственный технический университет и колледж связи. Проект «Выбираем в студотряд» – это своеобразные дни открытых дверей в штабах студенческих отрядов БРСМ, что позволяет информировать молодых людей о возможностях трудоустройства в третьем трудовом семестре. В этот день в рамках промо-проекта прошли трудовые акции, творческий конкурс, интерактивы от лучших студенческих отрядов. Бойцы ознакомили участников акции с деятельностью студенческих групп, а также продемонстрировали ролики о работе разноплановых студотрядов. Мы даем старт всей Белорусского промо-проекта «Выбираем в студенческий отряд». Данный проект рассчитан на поиск желающих трудоустроиться в третий трудовой семестр, и также в дальнейшем мы будем прорабатывать договорную, организовывать договорную кампанию с нашими принимающими организациями. В 2021 году мы показали определенную динамику в количестве трудоустроенных студенческих отрядов. Трудоустроили, точнее сформировали 310 студенческих отрядов, которые объединили 3800 человек. Это большая действительно армия наших студентов, которые на протяжении прошлого третьего трудового семестра выполняли различные производственные задачи. На интерактивной площадке ребята участвовали во флешмобах, знакомились с работой профильных судотрядов, а при желании могли заполнить анкету на трудоустройство. При этом можно было указать не только период работы, но и отметить желательный профиль – строительный, сельскохозяйственный, педагогический, сервисный, медицинский, экологический и производственный, а также другие пожелания, например, место работы. Наш проект существует в режиме офлайн и онлайн. Также можно заполнить эти анкеты все онлайн. У нас на сайтах нашей первичной организации есть вся информация. В третьем трудовом семестре образца 2022 молодежи представится возможность поработать на белорусской железной дороге, на предприятии «Атлант», «Масанка», «Футболтелеком». И это далеко не полный список. В год исторической памяти молодежи будут работать на объектах реконструкции мемориального комплекса «Хатыни». Желающих провести лето не только активно, но еще и полезно оказалось достаточно. Кто-то работать будет впервые, а кто-то уже успел набраться опыта. Попал я в студотряд совершенно случайным образом. Просто поступило предложение от деканата о том, что есть возможность подзаработать денег, пойти на стройку, потрудиться. А так как я сидел дома и, грубо говоря, просиживал свои штаны, я решил, почему бы, собственно, не поучаствовать, не развиться в этом плане, просто не провести время с пользой и для души. Пошел я на стройку. На стройке работали мы с ребятами тоже, с нашего факультета. Работа была, ну, так скажем, как по мне, была сложной изначально. То есть я действительно ничего многого в стройке не понимал, но со временем знания приходили и становилось проще. Я сегодня пришел на данное мероприятие, чтобы узнать, что такое студенческие отряды. Я видел несколько раз в соцсетях, как работают молодые люди. Было бы интересно также узнать и попробовать в этом себя. Помимо полезного времяпровождения и помощи, ребят все же волновал вопрос о заработной плате. Ведь большинство студентов хотят получить не только опыт, но и материальное вознаграждение. Средняя заработная плата у наших ребят составила в среднем именно 600 рублей. Максимум было 1100-1200 рублей. Это наши крупные предприятия, как Уллотланд, и также выездные наши студенческие отряды, которые работали. Действительно, заработная плата в зависимости всегда идет от уровня подготовки самого студента и от уровня его участия в трудовом процессе. Анастасия Мережкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Телекомпания, Бук-ТВ.